Сегодня утром журналистам нашей экспериментальной молодежной редакции пришлось нестись на всех парусах в Русский музей, чтобы не пропустить очень интересный пресс-показ и первыми познакомить с ними наших друзей. В садовом вестибюле Михайловского дворца в Петербурге открылась камерная выставка, на которой представлено всего шесть крымских пейзажей Архипа Куинджи. А среди них скандально известное полотно «Айпетри Крым». Помните, конечно, как эта картина была ужасно весело похищенной Стрезяковской галереей. К счастью, картина найдена виновной и наказанной, правда вернулась она с незначительными повреждениями. Ну, а о том, какова была личность Архипа Ивановича, нам рассказали очень интересно научные сотрудники Русского музея. Азовского. Он учился несколько, два месяца у Фесслера, у ученика Азовского был такой период, когда, ну, это было незначительно. В общем-то, он у нас самостоятельный человек, он выучился самостоятельно. Вот Куинджи не имел этого образования, но, тем не менее, в свое время он подал несколько картин в Совет Академии Художеств. Он подал на соискание звания художника. Ему, да, присудили художника вначале не классной степени, потом, когда он сдал несколько там экзаменов, которые он должен был дать, он получил звание уже художника. Вот. И в Крым он ездил постоянно. И после того, как он замолчал, этот период знаменитый его после 82-го года, когда он показал ему ночь на Днебре, понимаете, он зашел на пик своего творчества и известности, и он решил этот период молчания у него наступил. Длился он 30 лет, этот период молчания. В Крым он приехал и купил, он посмотрел в 1886 году, там предложили участки, в 1887-м оформили. Это огромный участок, их два было. Вот тут тоже исследователи в выставке последних нарыли документов, значит, что огромные два участка, около 250 гектаров, которые там от Алуки, Семениза, вот так вот спускались к морю, километровый пляж был у него. И он, конечно, эти места полюбил, и потом он со своей женой приезжал почти каждое лето туда жил. Вот. Его местные жители воспринимали как совершенно замечательного, умного, какого-то невероятного отшельника. Крым в разном виде. Не только яркое солнце и такая жара, которая ощущается, но и, пожалуйста, там море, там, в пасмурный день, даже реведение можете посмотреть. Такая загадка-загадка ни кем не разгаданная. Она разгаданная, все знают, кто этим занимался. Просто необыкновенное вот это цветовидение. Он различал такие оттенки. Они с художниками там соревновались, кто больше видит. Вот разложение, да, вот по тону. Он был аналитик. Это не был такой вот, знаете, как вот дамочки приходят, восторгаются. Ах, как это восхитительно! Он думал, он смотрел, он преображал эту природу. Он смотрел, как вот видел. Понимаете, вот природа, да, творец. И человек, творец. И вот они работают вместе, они равноценны. Вот поэтому, господа, посмотрите здесь. И вот очень замечательно, что наше руководство предложило вам в черновом варианте посмотреть наши залы, где мы повесили куинджи. Вот черновой вариант. Обращаю внимание. Будьте там ходить осторожненько, потому что в дальнем зале лежат вещи на полу, но это косметолог. Просим вас. Это вам бонус такой, раз уж пришли, а вы там повесили. Этикеток там еще нету, но это наши уже там, посмотрите как. А когда, вы говорите, откроется? Ну вот мы надеемся, да, в конце следующей недели надеемся. Мы откроем. Там существуют нюансы, там некоторые рамы надо. Сейчас. То есть последние выходные марта для всех? Сейчас есть.